здравствуйте друзья с вами виктория сегодня вам предлагаю летний рецепт из кабачков назвала я рецепта оладьи из кабачков по-французски потому что здесь тоже готовят это блюдо кто не знает я живу во франции здесь это блюдо если перевести дословно называется пончики из кабачков получается очень-очень вкусно рецепт не очень сильно отличается от обычного рецепта но все же есть свои тонкости приготовления а я оставляю вас видео если видео вам понравится не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал для приготовления мне понадобился сам кабачок у меня примерно весом 350 400 грамм мука крахмал 2 яйца понадобился также сыр лук мята специи у меня перец соль и немножечко красного перчика но это на любителя можно добавить специи по вкусу оливковое масло петрушка и молоко также понадобится еще разрыхлитель и масло для того чтобы обжаривать наши оладьи во фритюре или обычное растительное масло полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео сначала я займусь кабачком отрезаю хвостики и убираю поврежденные места кожуру и очищать не буду кабачок натираю на терке я советую натирать кабачок на средней терке они на мелкой иначе он даст слишком много сока а нам это не нужно затем нарезаю зеленый лук нарезаю саму головку лука и зеленые перышки хорошо хорошо его измельчаю затем беру 8 листиков мяты и мелко мелко нарезаю мяту мята придаст очень вкусный аромат нашим оладьям конечно мяту можно не добавлять это по желанию но получается очень вкусно я все-таки советую сделать так как сделают здесь и попробовать с мятой нарезаю петрушку начинаем замешивать тесто в емкость выкладываем кабачки и всю нарезанную зелень на этом этапе нужно пас все посолить хорошо солим перчим и добавляем специи у меня это красный перчик добавляю 2 столовые ложки оливкового масла оливковое масло можно заменить растительным маслом еще немножко подсаливаю все хорошо перемешиваю сюда же выбиваю 2 яйца перемешиваю до однородности и выливаю 150 миллилитров молока добавляю муку и крахмал крахмал можно заменить мукой и одну полную чайную ложечку разрыхлителя все хорошо перемешиваю смотрите другие рецепты с овощами с кабачками ссылочки я вам оставлю в описании под видео также вы их увидите в подсказках в конце добавляем сыр любой натертый сыр который у вас есть 50 грамм хорошо перемешиваем и все наше тесто готово вот такая консистенция должна получиться у теста видите она не слишком густая и не слишком жидкая ставим разогреваться емкость с маслом для фритюрницы или обычным растительным маслом я беру емкость небольшую для того чтобы немножко сэкономить масло у меня все-таки мне понадобилось 500 миллилитров масла также тарелки я выстелила бумажными полотенцами беру вот такой у меня такая как немножечко больше чем столовая ложка можно выкладывать столовой ложкой можно сделать сначала тест выложить один и подождать если он всплывет кверху значит масло достаточно уже разогрелась и можно продолжать выпекать следующие оладушки видите они как бы плавают в масле поэтому они так и называются во франции пончики из кабачков они оладушки ну в принципе они очень схожи с оладушками из кабачков но вот так вот их обжаривают во франции именно надо чтобы они плавали в масле и время от времени их надо помешивать и переворачивать обжариваем насколько примерно по 2 минуты с каждой стороны сначала огонь должен быть такой достаточно сильная потом огонь уменьшаем когда уже масло хорошо разогрелось и продолжаем обжаривать на маленьком огне остаточки теста которые остаются время от времени вытаскиваем чтобы не пахло подгоревшим тестом из данного количества продуктов получается примерно 20 штук оладушек очень хороший недорогой простой и вкусный рецепт на лето ладушки получаются очень пышные красивые и вкусные подают их обычно со сметаной сметанным соусом я же вам предлагаю приготовить рецепт салатика с редиской зеленью и огурцами нарезаю редис брусочками выкладываю в блюдо затем нарезаю зеленый лук и тоже выкладываю к редису в блюдо затем очищаю огурец и нарезаю его на мелкие кубики отправляю огурец к редиске и зелень и нарезаю вареное яйцо мне понадобилось 2 яйца солю перчу добавляю специи по вкусу и обильно обильно накладываю сметану все хорошо перемешиваю такой летний весенний салатик очень хорошо сочетается с кабачковыми оладьями и подойдет на легкий ужин или обед а вы напишите мне в своих комментариях как вы готовите кабачковые оладьи чтобы не потерять этот или другие рецепты жмите на колокольчик подписывайтесь на мой канал ставьте лайк я всем желаю приятного аппетита прекрасного настроения и до новых встреч